друзья всем здравствуйте сегодня неохотничье видео такое месяц идет октябрь погода хороша 2 бабе лето охоты нет утки не летит поэтому решил записать небольшое видео касаемо моего транспорта многие заметили что я поменял машину раньше ездил на я на pajero sport сейчас пересел на хавейл h9 ну и хотел маленько рассказать о этой машине она достаточно редкая весьма недооцененная в нашем регионе да и в россии в целом я проехал на ней уже больше 10 тысяч километров и мне есть что сказать поехали а а а а а а а а спонсор данного видео карта think of black только с этой картой вы сможете не только экономить но и зарабатывать специально для тех кто закажет эту карту до конца октября бесплатное обслуживание навсегда а с ней вы сможете получать 4 процента на остаток на карте снятие без комиссии в любом банкомате мира бесплатные переводы на карты других банков 30 процентов кэшбэк на покупки у партнеров от 2 до 15 процентов кэшбэк на выбранные именно вами категории и 1 процент кэшбэка на любые покупки от 100 рублей лично я вот сэкономил в этом месяце уже 2244 рубля я выбрал специальную категорию которая выбирается раз в месяц автоуслуги купил шины за 44 тысячи рублей и 2 200 мне ушло кэшбэком на карту ссылочки где заказать карту можно под этим видео заказывайте карту вам принесет ее работник банка и пользуйтесь и экономьте но мы поехали дальше так все же почему я поменял pajero спорт на хвл ну первое то что я ответил на pajero уже восемь лет и он меня весьма весьма стал утомлять хочется уже больше все-таки конфу комфорта в такие передряги где он себя бы раскрывал на сто процентов с каждым годом и все меньше и меньше начали ездить поэтому было принято решение все-таки его продать и подыскать себе что-то другое на эту машину я уже засматривался так как у меня купил ее друг алексей меня она поразила если честно шумоизоляция своей как она едет по неровностям хотя я этой марки раньше вообще даже не знал давайте я просто тогда расскажу все плюсы все минусы которые я заметил за эти десять тысяч километров что я на ней проехал так первое почему я ее выбрал это размер она достаточно широкая намного шире чем pajero спорт на 12 сантиметров ширины у него больше высота также больше и длина чуть-чуть побольше по размерам хотя все говорят это аналог тойоты prada она больше чем 150 и правда на 2 сантиметра везде и выси в шире и в длину поэтому эта машина весьма большая и здесь комфортно сидеть и как спереди ты далеко от пассажира и сзади три человека спокойно размещаются чего не было в pajero спору это шумоизоляция здесь полностью просто какая-то какой-то вакуум настолько у хороша шумоизоляция что это я был поражен для примера давайте вот я открою багажнике лючок мало того что на нем шумоизоляция здесь все арки все пробито таким толстым мощным слоем шумоизоляции синтепон везде торчит прямо все на высшем уровне задняя дверь также лючки открываются там находится шумоизоляция под панелью везде потолок настолько все здесь китайцы правильно и грамотно сделали даже 150 прада когда на нем едешь это этого всего нету на нем намного шумнее если честно третий пункт это эргономика подвески подвеска здесь и схематика аналогично toyota prada это рамная машина сзади неразрезной мост спереди двойные рычаги но настройка самой подвески просто исключительная китайцы поработали на ней на славу она очень мягкая она сбалансирована она проглатывает любые неровности что на асфальте что на бездорожье ты можешь наваливать на этой машине и тебя при этом не колбасит и нету чрезмерной жесткости на асфальте ты едешь и здесь на этой машине как на корабле четвертый пункт который хочется отметить здесь уже более современная коробка передач она восьмиступенчатая есть машины и на механике но не знаю все таки автомат есть автомат на нем удобней 8 передач обеспечивает нам наибольшую плавность движения а также обеспечивает минимальный расход соответственно когда мы едем на 8 передача скорость уже в районе 80 90 и машина потребляет наименьшее количество топлива немаловажным фактором было для меня все таки я езжу на охоты мне нужен джип чтобы где-то пробраться через грязюку и эта машина не пасует перед грязью у нее хороший функционал первое это постоянный полный привод следующие у нас функции в ней внедорожные они здесь практически все реализуются основном через понижающий ряд затем следующим этапом мы включаем заднюю блокировку и если уже ситуация безвыходная то переднюю блокировку тем самым у нас будут гребсти равномерно 4 колеса к сожалению все меньше и меньше машин остается которые могут это делать проехать здесь достаточно большая горочка как вывеситься не вывеситься поедем в обычном режиме авто смотрим ходы подвески она едет специально искал где бы вывеситься но к сожалению не смог смотрите здесь у нас колесо почти ушло в арку и вот такой ход подвески при этом колесо еще не висит еще один режима крау контроль как в тойота он называется обязательно должны быть пристегнуты включаем понижайку включаем крау контроль на вот все он включился и вот есть шкала шкала это скорость у нас движения можно добавлять и машина едет одинаково можно на педаль газа не нажимать машина едет с одинаковой скоростью быстрее медленнее чтобы не давать пробуксовки машина сохраняет одну и ту же скорость большой крутящий момент и преодолеваем так еще одна интересная функция все хотел ее попробовать это режим танка вот есть кнопочка у нас нажали суть ее то что одно заднее внутреннее колесо допустим вправо мы будем поворачивать она будет притормаживать и он мы разворачиваемся на минимальной траектории как танк подтормаживаем одним колесом вот мы развернулись выключили и сейчас для наглядности попробуем по той же самой траектории развернуться но без этой системы посмотреть как он больше будет меньше радиус с коптера думаю будет видно наш радиус систему выключили и руль до упора вот видите хорошо видно на ширину машины практически на два метра даже два с половиной радиус при обычной системе поворот у нас получился больше следующий пункт выбора машины был это комфорт комфорта здесь в этой машине просто хоть отбавляй во-первых кожаные кресла очень удобные кожа на по здесь есть вентиляция подогрев есть массаж дополнительные регулировочки есть все как надо поясничные упоры по интерьеру мягкий пластик на дверях тоже мягкий пластик кожа мягкие подлокотники прорезиненные ручки просто все идеально все комфортно даже у ног вот это вот штука разделяющая тоже она как обито кожей мягенькая вот это вот часть твердая вот единственный спереди пластик это панель вот в нижней части вот это насколько мне известно даже какой-то шпон насколько он тут здесь натурально судить не могу но производитель заверяет так же из плюшечек здесь раздельный климат-контроль для передних сидений и отдельный климат для задних сидений есть панорама есть люк очень-очень много электронных помощников здесь система предупреждения схода с полосы это активная система она может сама удерживать машину в полосе функция удержания в полосе подъезжаем повороту у нас активная система убираем руки с руля и машина сама заходит в поворот но через какое-то время она конечно будет положить руки на руль и начинает маяковать потому что это не автопилот а это только удержание тоже есть система слепых зон и специальные лампочки которые сигнализируют если машина есть мертвой зоне информация о дорожных знаков на панели показываются знаки но не все а только ограничение скорости и конец всем ограничениям блок управления фарами есть автосвет свет сам включается переходит на ближний дальний система есть также выключена габариты и и включен противотуманки передней противотуманки задней и регулировка наклона фар также установлена система помощи при поворотах освещение идет соответственно как она работает когда у вас включен свет вы нажали на поворотник загорается дополнительная то ли лампочка загорается то ли фара поворачивается точно я не знаю но сбоку начинает светить освещать вам путь и вам легче повернуть эта функция удобно когда вы едете по дворам выезжаете из гаража когда недостаточная видимость она весьма весьма полезная ну и такая крайняя плюшечка которая мне нравится здесь без ключевой доступ не нужны ключи не надо открывать закрывать машину подошли руку поставили на дверку машина открылась уходим кнопочку нажали машина закрылась и также в рестайлинге сделали автозапуск как он работает нажимаем и держим кнопку и машина завелась работает метров на 50 на 70 уже проверял дальше пока нет на какую дистанцию максимально сработает не знаю но по крайней мере из дома завести машину всегда хватает так это были плюшки для водителя место сзади весьма-весьма много машина не удивительно не маленькая сам за собой помещаешься места много при том что я ростом метр восемьдесят семь у задних пассажиров есть свой блок климата обдув сильнее слабее авторежима подогрев сидений и выбор температуры передние сидения снизу отделаны пластиком очень удобно теперь наконец-то намного легче ухаживать за сидениями когда дети ногами тут все есть и спины вает что с одной стороны что с другой стороны ну а теперь давайте поговорим о минусах куда без них а то бы обзор был нечестный первое то что меня прям смутило но от этого никуда не денешься здесь маленький багажник для этого класса машина таких больших багажник весьма-весьма небольшой это свою лепту вносит конечно третий ряд сиденьев то что он выше и крадется высота тем самым и объем при этом даже на тех машинах которые идут с питью местами пол абсолютно такой же потому что здесь идет органайзер маленький а у пяти местных машин еще дополнительно идет органайзер и высота та же самая а у 7 местных маленький органайзер но здесь соответственно третий ряд сидений и тем самым и очень сильно прямо уменьшаем объем багажника даже в том же pajero sport моем предыдущем багажник был он хоть был и уже но он был длиннейший и выше и объем у него был значительно конечно побольше но незначительно но больше вот этот очень сильно как бы так расстраивает когда собираемся на охоту вещей много но приходится либо прицеп больше загружать либо здесь больше напрягать мозги чтобы как что куда разместить следующее ну вот это не обращайте внимание коврик это я заказывал в омске из эво хорошая контора ссылку под видео оставлю у них наибольшее количество материалов ну и шьют весьма весьма хорошие вот это тоже не обращайте внимание куда без этого машина китайская заказал вот такие вот разные на шлёпки туда-сюда самое главное я хотел защитить боковины пластика чтобы они не царапались потому что возишь все это и царапается заказал на алишки тоже ссылку дам практически на все машины есть клеится на двухсторонний скотч и все у вас защищено что задний второй ряд сиденьев что боковины все у вас не царапается так продолжим к минусам следующий в багажнике я его не сразу обнаружил здесь неровный пол не к тому что когда складываешь второй ряд сиденья а сам багажник кладем баночку и она выкатывается потому что он под небольшим наклоном он небольшой но есть из-за этого казалось бы что тут ерунда какая-то но на самом деле нет багажнике все равно ты что-то возишь округлое то что катится казалось бы непопулярная форма но возишь ты всегда то это вода там в пяти литрушках то это термос какой-нибудь выпадет то еще что-то и это не всегда когда ты открываешь багажник будь готов что у тебя что-то упадет сначала он падает об железную эту защиту на бампере у меня уже здесь один раз чайник упал с высоты даже небольшой заломчик появился все время стремится что-то выпасть этого багажника вот такие два минуса есть у конкретно багажника второй минус который меня больше всего раздражает но по крайней мере один раз день когда мы садимся в машину с утра когда ночь постояла заводим ее вот этот мультимедийный здоровенный центр в который все понапихали и музыку и на виду навигации нету здесь управление климатом туда-сюда все он очень долго грузится но сейчас он быстро загрузился потому что мы только приехали и он уже прогружен потому что это не магнитола это мультимедия это настоящий компьютер потому что все хранится в нем все настройки все и соответственно когда машина долго простояло вы завели машину сейчас наступает осень холодно хочется включить быстрее по погрейку по погрейка включается отдельная клавиша есть сиденье где все настроено соответственно вы завели машину здесь это все прогружается нажимаем на комфорт регулировку сиденьев и вот с того момента как мы завели машину и мы можем включить подогрев проходит секунд 25-30 это конечно происходит один раз когда машина долго простояла но это прямо напрягает когда у тебя попа мерзнет и тебе хочется быстрее включить все это но приходится подождать чтобы вся система это загрузилась третий пункт который прям меня очень сильно расстроил это слабая кожа на руле руль кожаный и вот внизу когда я выхожу я шоркаю ногами об руль и уже появились царапки при этом руль здесь из двух кож состоит вот одна часть перфорированная вот это и вторая гладенькая сверху и снизу и вот это вот гладкая часть она очень очень нежная кожа при этом сиденье качественная такая жесткая ну как не жесткая но она не царапается прям хорошо себя ведет а на руле прям очень нежно приходится обращаться с рулем вроде нигде ногтями не скребу ничего не делаю но вот снизу прям такие царапины появились и сбоку здесь пару зацепов таких есть очень нежный руль включаем круиз-контроль и начинаем ехать на трассе со скоростью допустим 100 километров в час у нас машина постоянно начинает прыгать между восьмой и седьмой передачей то на восьмой то на седьмой то на восьмой то на седьмой соответственно обороты периодически прыгают и как мне кажется из-за этого расход немного увеличится если бы машина просто стабильно всегда ехал на восьмой передачи и крайний минус для меня это родные диски вернее даже не диски а ступица настает зима купил себе уже зимние шины купил липучку но это просто мой выбор не буду вдаваться в подробности и думал все-таки купить второй комплект дисков и что было два комплекта резины но не тут-то было начал вводить параметры этого диска дисков нет одни диски на всю россию нашлись и то цена практически близко к оригинальным там 16 тысяч за диск оригиналы стоят 20 25 начал разбираться почему вроде бы ничего особенного нету диск восемнадцатый вылет сорок второй ширина восьмая а центральное отверстие ступичная 79 и 1 если я не ошибаюсь и это вроде как чисто китайская такая тема с таким размером посадочного ступичного подшипника а у нас либо все диски больше либо все диски меньше люди как вариант используют проставки ставят на диски точат их либо с капролона либо железа и устанавливают ну либо покупать очень дорогие диски я пришел к тому что пока делать ничего не буду и буду просто переобувать резину на родные диски на этом минусы наверное все больше я пока не заметил возможно есть еще какие то отдельную еще рубрику для себя записал о чем хотел рассказать это скажем так особенности машины их нельзя принести ни к плюсам ни к минусам и но это есть особенность конкретно у этой модели вот допустим а как работает коробка передач и расход топлива при этом здесь 8 передач восьмая включается уже где-то на 80 километров в час но при этом если верить бортовому компьютеру если мы едем равномерно по хорошему асфальту по трассе с равномерной скоростью с одинаковым нажатием на педаль расход топлива моментальный при скорости 85 километров в час на восьмой передаче и при скорости 95 км в час он разный и что удивительно на скорости 95 100 километров в час расход будет меньше чем на восьмой передаче при скорости в 80 километров в час оптимальный расход и скорость движения где-то 95 100 километров в час так комфортно ездить на этой машине 130 километров в час ты едешь прям получаешь удовольствие хочется даже еще чуть больше навалить но вот это оптимальный и и такой по мне скоростной диапазон по джероспорт оптимально ехал 95 километров в час больше уже начиналось некомфортно ехать но и расход начинал расти особенности она проявлялась летом когда я купил машину в июле месяце была жара 30 градусов жары всегда работал климат-контроль и когда машина заводится климат работает на максимум происходят некоторые щелчки не щелчки как будто какой-то контроллер не знаю переключается клапан может какой-то переключается за панелью приборов со стороны водителя это особенно при холодной машине когда двигатель только запустил и включаешь кондиционер потому что вот сейчас кондиционером я не пользуюсь и эти щелчки перепуски не знаю чего они прекратились также есть особенность работы системы автохолл если машина только завелась и вы только поехали этой системе надо прогреться первые там 35 километров час вы нажали на тормоз уже уверенно чтобы эта система сработала и происходят слышно тоже щелчки работы каких-то пружинок чуть ли не работы abs вот это вот два-три раза происходит при начале движения затем эта система ну как бы прогревается и она работает беззвучно без звуков тоже особенность из-за того что в машине еще раз повторюсь хорошая шумоизоляция любой посторонний звук он сразу бросается в уши и ты его слышишь и начинаешь уделять этому внимания ну и все теперь хотелось бы подвести итоги что к чему почему все-таки выбор пал на эту машину а плюсов всех я рассказал мне всего этого не хватало в поджерике плюс это новая машина кто-то скажет что но это дорого да я купил эту машину это максимальная комплектация престиж я ее заказывал за 3 миллиона 30 тысяч сейчас она стоит уже 3 миллиона 200 тысяч взял в кредит все спокойно на пять лет я не буржу еще не конченый вот но с другой стороны посмотрите на цены какие сейчас на машины у вас патриот если наш взять взять максимальную комплектацию плюс положить туда плюшки которые нужны для этой машине он уже будет по 2 миллиона стоить и он вам не даст и одну треть наверное комфорта и радости от управления машины лада веста в максималке дилеры некоторые просят уже полтора миллиона ну цены-то сумасшедшие тот же land cruiser prada с вот этой машиной наверное бы я его больше всего сравнивал с prada в максимальной комплектации он стоит уже 5 миллионов рублей а это 3 миллиона рублей как бы разница очень большая очень существенная при этом по комфорту по плюшкам девятка намного выше чем правда 150 что мы минус какой из всего этого да у него маленько уже на сегодняшний день можно сказать устарелый и экстерьер и интерьер он уже лет на 5-7 наверное под отстал ему пора уже делать глобальную какой-то рестайлинг чтобы он выглядел современно машину покупал я в омске автотехцентр антикорф сервиса он у нас является официальным представителем это единственная компания которая не заставляет покупать допы можно прийти заказать машину и в течение месяца вы ее получите если кто-то засмотрится на хавейл джили либо другие машины которые продаются у нас в антикорф сервисе маленькая просьба такая шкурная при покупке машине назовите мою фамилию ляшевич то что я порекомендовал вам эту марку и мне капнет маленький бонус ну а вам будет большой респект на этом наверно все если будут какие-то дополнения к машине я буду их рассказывать наверно уже больше на втором канале потому что они к охоте уже будут мало иметь отношения ссылка на него ну где-то здесь будет на этом все спасибо кто смотрел пишите свои замечания либо свой какой-то может быть аналог охотничьей хорошей машине за более-менее вменяемые деньги на этом все всем спасибо всем до встречи пока